В 16 веке экспедиция во главе с Фернаном Магелланом открыла Марианские острова. И только спустя 300 лет была обнаружена самая глубокая точка Земли — Марианский желоб, больше известный как Марианская впадина. Несложно посчитать, что с момента этого открытия прошло почти полтора века, но по сей день Марианская впадина остается самым малоизученным местом на планете. Но почему? Что скрывает темнота океана и кто препятствует человеку в покорении подводного мира? Сейчас расскажу. Как возникла Марианская впадина Наверняка многие слышали о чудовищах, населяющих глубины Марианских вод. Но мало кто знает, что из себя представляет сама Марианская впадина, где она находится, как выглядит и как появилась. Марианская впадина расположилась в западной части Тихого океана, недалеко от Марианских островов. Возникновение Марианской впадины — это результат вулканических процессов и столкновения двух тектонических плит. Огромная Тихоокеанская плита из-за собственной тяжести стала погружаться под маленькую филиппинскую плиту. Именно на месте столкновения двух плит сейчас находится самый глубокий желоб. Главным стереотипом о Марианском желобе является представление о его форме. Фильмы и художественные книги закрепили в нашей голове конкретный образ. Подводная лодка медленно погружается на дно Тихого океана, вертикально вниз. Но на самом деле Марианская впадина — это не какая-то подводная глубокая труба. По своей форме Марианская впадина напоминает полумесяц, изрезанный подводными мостами, вулканами и даже горами. Трудности погружения Строение Марианской впадины — это одна из причин, усложняющее исследование. Крутые и асимметричные склоны разделены рельефными ступенями, не позволяющими протиснуться не только оборудованию, но и человеку. На дне впадины есть четыре горных хребта высотой более мили. А не так давно ученые обнаружили два каменных моста протяженностью свыше 30 миль. Однако многое в ландшафте Марианской впадины все еще остается неизученным. Виной этому будет и трудности с освещением. Дно Марианского желоба просто не удается разглядеть при первом погружении полностью. Уже преодолев отметку в одну милю, наступает непроглядная темнота. Солнечные лучи попросту не достигают дна. Немалой проблемой для исследователей является также и давление воды. Так, в самой глубокой точке Марианской впадины давление превышает атмосферное более чем в тысячу раз. Первое погружение Однако, несмотря на все экстремальные условия погружения ученых со всего мира, всегда привлекало Марианское дно. Изучение Марианского желоба стало настоящим вызовом 19 века для подводных мореплавателей и исследователей. Сейчас научное сообщество ежегодно совершенствует свое оборудование для того, чтобы лучше исследовать глубины желоба и каждый раз совершает новое невероятное открытие. Что говорить про времена, когда мир еще не ведал о том, что такая глубина возможна? Сама Марианская впадина стала чем-то невероятным. Открытие англичан в конце 19 века перевернуло представление о мировых водах. На борт корабля Challenger водрузили самое продвинутое лабораторное оборудование своего времени. Экспедиция, организованная Британским Адмиралтейством и Королевским Обществом, установила глубину в 27,5 тысяч фунтов. Это, конечно же, окажется ошибочным значением, но даже эта отметка свидетельствовала, что людям открылась самая глубочайшая точка Земли. Но действительно ли открылась? Ученые приняли новый вызов, ведь недостаточно просто найти самое загадочное место планеты, необходимо также вынести все его тайны на поверхность. В середине 20 века английский глубоководных эхолот, названный в честь своего предшественника, фиксирует новую точку глубины Марианской впадины – 35 тысяч фунтов. Отметка, именуемая Бездной Challenger, все еще остается самой глубокой точкой Марианской впадины. Через 6 лет мир снова будет потрясен невероятным открытием. Уже в середине 20 века русское исследовательское судно «Витязь» установит, что дно Марианской впадины обитаемо. Какие невероятные существа могут жить в столь экстремальных условиях? Новость о наличии жизни на такой глубине поразила все научное сообщество 20 века и ужаснула простых людей. Начинается новая эра, эпоха чудовищ и охоты за ними. Но действительно ли морское дно является пристанищем доисторических или, может быть, даже внеземных монстров? Охота на глубоководных чудовищ Слухи о ужасающих тварях, населяющих морскую впадину, стали распространяться довольно быстро. Причиной этому была не только сухая теория от ученых, но и удивительные истории очевидцев. В конце 20 века на дно спускается американский новейший исследовательский аппарат, ласково прозванный командой «ЮЖЕ». Всего за несколько минут гениальное изобретение стало игрушкой в чьих-то кровожадных лапах. Сначала датчики зафиксировали странные звуки, то был скрежет по металлу. Аппарат незамедлительно подняли на поверхность. Каково было удивление исследователей, когда крепкая стальная обшивка была смята, а прочнейший трос 8 дюймов диаметром был словно подпелен. Новость о глубоководном монстре стала настоящей сенсацией и быстро разошлась на страницах газет. Но на этом загадочные происшествия не заканчиваются. Команда немецкой исследовательской организации также столкнулась с потусторонними звуками во время погружения аппарата HiFish. Все проходило гладко, пока внезапно HiFish не остановил свое погружение. Это была не техническая ошибка, что-то препятствовало движению аппарата. Радары зафиксировали механическое воздействие, исследовательский аппарат не застрял, его держали. Экраны мониторов демонстрировали ужасающую картину. На HiFish напала одно из чудовищ желоба. Невероятных размеров ящер пытался разгрызть исследовательский аппарат. Но команда не растерялась и спугнула неизвестное существо с помощью тока. Ящер уплыл и больше не появлялся на радарах. Однако подлинность этой истории все еще не может быть установлена, так как исследовательская станция не располагала аппаратурой для видео и фотосъемки. Чудовищно красиво. О подобных легендах можно говорить бесконечно. Их истину вряд ли когда-нибудь кто-то сможет подтвердить или опровергнуть, ведь они буквально стали частью нашей истории. И тем не менее, факт того, что в Марианской впадине действительно обитают существа из ночных кошмаров, отрицать невозможно. Только посмотрите на этих морских обитателей. Наверняка вы подумаете, что это чья-то больная фантазия, но присмотритесь внимательнее. Это самое настоящее детище природы. Когда ты живешь в условиях кромешной темноты и давления глубин, последнее, о чем ты будешь думать, это о внешности. Однако все творимое матерью природы есть искусство. И образом рыбы удильщика или акулы гоблина уже никого не впечатлить, поэтому я собрал подборку самых удивительных существ Марианской впадины, от которых невозможно отвести глаз. Алая новинка. Удивительное морское чудище было замечено только в конце 20 века, а удостоено отдельной классификации только в начале 2000-х. Медуза Гранраджо — наиболее крупное морское желе, населяющее глубоководье. Красная Большая, как ее еще называют исследователи, является ярким примером глубоководного гигантизма. Ее размер может достигать до 76 дюймов в диаметре, а мясистые отростки вместо щупальцев на самом деле являются семью ротовыми. На сегодняшний день ученые обнаружили всего 23 представителя этого вида и только одного, самого маленького. Размером 6 дюймов удалось поднять на поверхность для дальнейшего изучения. Глубоководный тортик Бентакодон — это еще один желеобразный обитатель Марианской впадины, но в отличие от предыдущего представителя является его габаритной противоположностью. Бентакодон меньше 2,5 дюйма и является обладателем 2000 маленьких щупальцев, позволяющих ему быстро перемещаться в глубинах. Как вы заметили, самое примечательное в образе этой медузы — ее совершенная прозрачность. Именно поэтому кажется, что можно легко рассмотреть, что находится внутри этого малыша. Однако, несмотря на видимость внутренних органов, купал не позволяет разглядеть, чем Бентакодон успел полакомиться, чтобы люминесцентное свечение его обеда не привлекло внимание других обитателей глубин. Вода в воде. Грибневик — существо на 95% состоящее из воды. У них нет ни костей, ни панциря, только два щупальца, с помощью которых они засовывают пищу в рот. Но не обманывайтесь красотой этого подводного обитателя. Да он розовый, да его гребешки словно рюши, а люминесцентное свечение привлекает внимание. Но все это исключительно, чтобы кого-то съесть. Кто потерял слона? Этот осьминог явно сбежал со студии Дисней. Интересно, какой ему предложили сценарий, что он укрылся на дне Марианской впадины? Осьминог Дамбо получил свое название в честь одноименного слоненка благодаря своим большим ушам. Однако эти уши на самом деле являются его плавниками. Из-за своего места обитания Дамбо мало изучен. Но вот небольшой блиц фактов об этом осьминоге. Дамбо – зонтичный осьминог. А значит, все его щупальцы срощены между собой и являются неделимой частью тела. Дамбо не пережевывает пищу. Он глотает ее целиком. Так что не бойтесь, он не кусается. Благодаря общему строению тела, плавникам и навыка выдувать воздух через сопло, Дамбо является очень быстрым хищником. Бочка с глазами. Эту удивительную рыбу видел каждый хотя бы раз. Но я уверен, что вы никогда не догадаетесь, где у нее глаза. Видите ли то, что говорит нам внутреннее чутье и представление о мире по отношению к этой рыбе неверно. Вы думаете, если она прозрачная, то значит понятная. Но нет. Она удивит вас. И не раз. Первое и очевидное, то, что мы принимаем за глаза, на самом деле, ноздри, а вот те большие зеленые шарики под прозрачным куполом высокочувствительные глазные яблоки. Второе. Ее размер достигает всего 5,5 дюймов. И третье. Это очень медленная рыба. Строение ее тела позволяет держаться на воде совершенно без движения. Телескоп Желия. Это существо устрашающе красиво, но вряд ли вы сможете его разглядеть должным образом. Ведь этот осьминог активно скрывается в темноте вод. А его совершенно прозрачное тело этому хорошо помогает. Именно благодаря особенности тела данный вид осьминогов получил свое название. Телескопический от того, что данный вид обладает крайне необычными глазами по форме, напоминающие прозрачные трубки, которые могут вращаться. Такая деталь делает из телескопического осьминога отличного охотника. Ведь чтобы привлечь внимание добычи, ему достаточно затаиться в темноте и пошевелить глазками. Плавает топориком. Эта миниатюрная рыбка могла бы стать героиней многих романов, посвященных ужасам глубины. Тончайшая, как лезвие, и блестящая, словно зеркало. Тот редкий случай, когда, чтобы стать абсолютной невидимкой, не нужно быть желеобразным представителем подводных глубин. Маленькие размеры и без того позволяют ей быть незаметной, но благодаря светящимся фотофорам на брюшке и по бокам рыбка совсем не подпускает к себе свет, оставаясь совершенно незамеченной. Французские пузырьки. Но исследователи привлекают внимание не только обитатели Марианской впадины, но и то, в каких условиях они живут. Удивительным представителем местного ландшафта является гидротермальный источник «Шампань», получивший свое название благодаря пузырькам, бурлящим на поверхности. Это мог бы быть первый в мире подводный источник популярного напитка, но это всего лишь первый в мире подводный источник жидкого углекислого газа. Осторожно, вулкан! Миновав глубину в 1300 фунтов, можно обнаружить самый настоящий подводный вулкан Дайкоку. Но примечательно в нем то, что внутри его кратера спрятано озеро чистейшей расплавленной серы. Озеро кипит и бурлит. Ближайший родственник такого явления природы находится не так далеко, а именно на спутнике Юпитера – Ио. Так зародилась жизнь. Подобные гидротермические источники создают благоприятные условия для жизни. Одна из причин, по которой гипотеза о зарождении жизни в воде является убедительной, это происходящие метаморфозы с жизнью в Марианской впадине. Благоприятные условия, сформировавшиеся вокруг гидротермических источников, способствуют развитию жизни, а также мутации простейших бактерий. Так, например, при обычных обстоятельствах амобу мы можем разглядеть исключительно под микроскопом, ведь ее размер не превышает даже половины дюйма, в то время как на глубине Марианской впадины были обнаружены мутировавшие токсичные амобы, достигающие 4 дюймов. Парадоксально, что несмотря на благоприятные условия зарождения жизни, сама Марианская впадина не способствует дальнейшему благоприятному ее протеканию. Смотри, что нашел. Можно бесконечно долго рассказывать, какими удивительными вещами обладает дно Марианской впадины, но, к сожалению, преобладающая часть находок окажется либо пластиком, либо илом, либо всепоглощающей темнотой. Вот кого действительно можно счесть за находку, так это людей, которые самолично решили разоблачить Марианский желоб. Так, известный режиссер кинокартины «Аватара» Джеймс Кэмерон погрузился на морское дно в 2012-м. Это была колоссальная подготовка, словно режиссер на самом деле должен был улететь покорять космические вершины, а не погрузиться в пучины родной планеты. Этого требовали условия погружения. Небольшой научно-исследовательский сферический батискав, даже несмотря на свою оснащенность, не стал бы гарантом благоприятного спуска и подъема. Режиссеру требовалось быть в лучшей форме, чтобы без последствий для жизни пройти через перепады давления. Джеймс Кэмерон активно занимался йогой и бегом, чтобы стать гибче и выносливее перед погружением. Однако, хоть и захватывающая пучина восхищала, нельзя сказать, что режиссер в полной мере был доволен своим погружением. В дальнейшем в своем интервью он скажет, В апреле 2019-го американский исследователь Виктор Вескова стал следующим, кто покорил водные глубины, но спуститься под воду было недостаточно для него. Виктор Вескова побил два мировых рекорда, став четвертым человеком, кто решился пройтись по дну Марианской впадины в апреле, установив свой первый рекорд на судне Тритон, судно погрузилось на 52 фунта ниже, чем его предшественники. А уже в мае Виктор Вескова погружается повторно, тем самым установив свой второй рекорд и первый рекорд в мире, как человек, который погрузился на дно Марианской впадины дважды. Чуть позже, в 2021-м, имя Вескова вновь прозвучит в газетах. Он станет первым человеком, который покорил не только морские глубины, самую низкую точку на Земле, но и горные высоты, забравшись на вершину Мауна-Кеа. Но это уже совсем другая история. Первая женщина Марианской впадины. Если анализировать биографию этой женщины, то можно прийти к выводу, что она везде привыкла быть первой. Кэтрин Салливан является первой американской женщиной-астронавтом. К 70 годам она решила не останавливаться на покорении космоса и покорить подводные глубины Марианской впадины. Кэтрин достигла точки Челленджера. Экспедиция проходила полтора часа, после чего Кэтрин успешно поднялась на поверхность. Тем самым получив звание первой женщины, что смогла погрузиться так глубоко. Примечательно, что Кэтрин перед погружением прошла курс изучения робототехники, чтобы понимать, как взаимодействовать с подводной аппаратурой и быть не просто зрителем, но и полноценным участником экспедиции. В дальнейшем она скажет. Для меня, как для океанографа и астронавта, это был необыкновенный день. Впервые в жизни я могла одновременно наблюдать пейзажи бездны Челленджера и разговаривать с коллегами, которые находятся на космическом корабле. Уже полтора века считается, что Марианская впадина – это хранительница секрета жизни на планете Земля. Из поколения в поколение передаются легенды о загадочных существах, обитающих в мрачных глубинах. Ежегодно СМИ публикуют удивительные находки, поднятые со дна морского. Но остается ли Марианская впадина все такой же непостижимой тайной человечества? Ответить на этот вопрос сейчас трудно, но вы можете написать свое мнение в комментариях, а заодно поделитесь, как вы считаете, скоро ли турагентство будет предлагать круизы и экскурсии в самой глубокой точке мира. Продолжение следует...